Казахстан Казахстан Меньше всего предпринимателей зарегистрировано в Улытаусской, Североказахстанской и Павлодарской областях. Этот резкий скачок в статистике связан со снижением порога по постановке на учет по НДС. В январе 2022 года его понизили с 30 до 20 тысяч МРП. На открытие новых предприятий это никак не повлияло. Зато ряд бизнесменов стали просто открывать дополнительные ИП на кого-то из родственников, чтобы уйти от уплаты 12% НДС. Заявил член правления НПП Атамикен Нурлан Сакуов. Регистрационный учет по НДС При этом действующий мораторий на проверку малого бизнеса будет продлен. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлевается до конца 2023 года. С другой стороны, не должно быть злоупотребления со стороны субъектов малого и среднего бизнеса. У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения. Заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров. С 2023 года на бизнес дополнительно лягут 5% отчисления от зарплаты в Единый накопительный пенсионный фонд в качестве обязательных пенсионных взносов работодателя. В Кабмине заявляют, что несмотря на ужесточение налоговой политики, к 2030 году доля малого и среднего бизнеса в общей структуре ВВП страны будет на уровне 40%. В текущем году этот показатель составил 33,5%. Сами предприниматели не удовлетворены деловым климатом в стране. По данным опроса Национальной палаты предпринимателей Атамикен, каждый второй субъект МСБ заявил об ухудшении своего финансового положения в этом году. В числе главных проблем – недоступность заемных средств. В Казахстане больше полутора миллионов действующих субъектов. А сколько заемщиков в банках? Даже по не самым свежим данным где-то 25-26 тысяч юридических лиц. Количество заемщиков от ИП не выше 16-17% от общего количества. А как развиваются остальные ИП? Очевидно, что не могут получить кредиты. Заявил член правления НПП Атамикен Нурлан Сакуов. По данным банков, второго уровня кредитование бизнеса стагнирует. Если в январе 2020 года соотношение кредитов корпоративным заемщикам и физическим лицам находилось в соотношении 50 на 50, то в июле 2022 года уже в 40 на 60 в пользу физлиц. Еще одна проблема, которую называют эксперты, – низкий уровень обхвата субсидированием. Несмотря на значительное расширение количества участников в последние три года, сейчас их соотношение к общему количеству малых и средних предприятий в стране не превышает 2,2%. Субтитры создавал DimaTorzok